Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к следующему степу учебника Rainbow за пятый класс. И степ у нас десятый, последний, по-моему, из первого юнита. Enjoy yourself. То есть, enjoy yourself, наслаждайся. Да, наслаждайся. Или как бы для удовольствия, для вашего удовольствия. Ну что же, задание первое. Do it together. Делайте это вместе. What do you know about EZOP? Read the text about him to know more. Итак, что вы знаете об EZOP? Прочитайте текст, чтобы узнать больше. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал и не пожалеете, поставьте лайк этому видео. И я стараюсь каждый день для вас. Да, ребята, подписывайтесь. Впереди у нас разбор большого количества видео. И я думаю, обязательно на следующий год разберем учебник шестого класса Rainbow, чтобы вам было полегче. Итог. Итак, EZOP's fables, басни EZOP'a. EZOP was an ancient freak writer. He wrote short stories. People know them as EZOP's fables. They teach moral lessons. Most of EZOP's stories are about animals and birds. But these animals and birds are very much like people. These days people often read EZOP's fables and tell them to their children. These fables often end in morals. Итак, EZOP'a в басне. EZOP был ancient, древним, древним греческим писателем. Он написал короткие истории. Люди знают их как EZOP'a в басне. Они, то есть эти истории, учат моральным урокам, преподают моральный урок. Урок морали. Большинство EZOP'a в басне о животных и птицах. Но эти животные и птицы очень похожи на людей. В наши дни люди часто читают EZOP'a в басне и рассказывают их своим детям. Эти басни часто заканчиваются моралью. Ну что же, ребята, и следующее задание. Read EZOP's fables, the grasshopper and the aunt to the best moral one for for it. То есть прочитайте басни EZOP'a кузнечик и муравей. Уберите хорошую мораль для нее. Вот у нас мораль. Давайте сначала прочитаем басню, и потом мы с вами выберем для нее наилучшую мораль. Начинаем. Было лето. Кузнечик жил в зеленой траве около высокого холма. Ему нравилось петь и танцевать очень сильно. Он часто прыгал, хоп-хоп, прыгал, да, и играл в траве. Днем, и когда было темно, он смотрел на звезды в небе и на желтую луну. Иногда он ходил в горы и гулял в лесу. Он хорошо проводил время, он не работал, не думал о еде. У него было много еды, и его дом был красивым местом в траве около цветка. Однажды кузнечик увидел муравья. Муравей выглядел уставшим, looked, выглядел. Ему было жарко. У него был big sack, большой мешок, на спине. «Почему ты работаешь в такой чудесный день?» Спросил кузнечик. «Я собираю еду на зиму», — ответил муравей. «Я собираю еду на пугу». Он не любил, чтобы еду, чтобы показал, радовать, да? Он не любит гулять. Он не любит гулять. Сломалый shoe в ложном деревне. Он не любит гулять. У него была очень варенная. Он попросил к зиму. Вы бытись к зиму, когда его поздоровало. Итак, значит, кузнечику не нравилась эта идея, то есть идея работы. Ему нравилось играть, танцевать и петь. Скоро пришла зима. Было много снега, кузнечика не было еды. Он был очень голоден. Он пошел к муравью и попросил еды. Я работал все лето, чтобы собирать мою еду, сказал муравей. А что ты делал? Я делал много чего, ответил кузнечик. Я танцевал, я играл, я слушал музыку. Хорошо, если ты танцевал и играл летом, и если ты не работал, у тебя не будет еды на зиму, ответил муравей. Значит, ребята, ну что же, давайте посмотрим на четыре варианта морали этой басни. То есть, people who work a lot are not good friends. Люди, которые работают не очень, много работают не очень хорошие друзья. Это сразу не подходит. Далее. If you have problems, people never help. Если у тебя есть проблемы, люди никогда не помогают. Это тоже не подходит под эту басню. A short but happy life is the best. Короткая на счастливе жизнь лучше. Тоже не мораль этой басни. Be ready for hard times and have some things for a rainy day. Будь готов к тяжелым временам. И всегда имей запас на черный день. Ну, что-то про запас, да? Вот number four, ребята, это подходит мораль этой басни. Далее, ребята, следующее. Act out the fable, разыграйте басню. Ну, вы, я думаю, сможете с этим справиться. Number four. What Russian poet wrote fables? Какой русский поэт писал басни? Помним ли, в Толстой писал басни, да? What fables by this poet are like aesops and the grasshopper and the armed? Какая басня этого... Ой, извините, ребята, Крылов, конечно же, Господи, Крылов писал басни, да? Какая басня этого поэта похожа на кузнечик и муравей? Ну, вы помните, да? Стрекоза и муравей, стрекоза и муравей. In what are they different? Чем они отличаются? Так, чем они отличаются? Значит, стрекоза по-английски будет, ребята, a dragonfly, a dragonfly, стрекоза. То есть, они, they are different in main characters. Они отличаются главными героями. Тут у нас был the grasshopper, и там была у нас the dragonfly. Ну, дав название, the dragonfly and the ant. Окей. Listen to the poem, Bed in Summer. То есть, вы должны послушать поиск творения «Кровать летом». In English, на английском. And read it in Russian, и прочитайте на русском. Why is it easier to get up in summer, but to go to bed in winter? Почему легче вставать летом, а ложиться спать зимой? Read the poem in English. Почитайте поэму по-английски. Bed in summer. То есть, кровать с летом. Значит, стал Стивенсон. Давайте прочитаем. In winter I get up at night, and dress by yellow candlelight. In summer quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see. The birds still hopping on the tree, or hail the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hot to you, when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play? You have to go to bed by day. Давайте переведем, ребята. И зимой я встаю ночью. Я одеваюсь под желтым светом свечи. Летом, совершенно наоборот, я должен идти спать, то есть днем, то есть пока еще имеется в виду день, да, то есть пока есть солнечный свет. Я должен идти спать и видеть, как птички до сих пор прыгают на деревьях, или слышать, как grown-up взрослые, то есть шаги взрослых людей, до сих пор проходящих мимо на улице. И не кажется ли вам это как бы тяжелым, когда все небо ясное и голубое, а вы должны так много играть, вам пойти спать днем? То есть, ребята, тут еще перевод был, окей, окей, в общем, давайте сделаем, ребята, сейчас с вами выполним последнее упражнение, да. Ага, ну так в чем же разница? Разница в том, что in winter, зимой, it's getting dark earlier, да, get dark. Темнеет, it's getting dark, темнеет earlier, раньше. Да. Так, ребята, ну что же, я писал это стихотворение у нас Стивенсон, да, это шотландский писатель, который также является автором таких книг, как «Остров сокровищ» и «Похищенный». Ну а мы с вами переходим к шестому заданию. Listen to the song and sing it alone. Послушайте песню и пропойте ее. Ребята, между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал, пишите свои комментарии, какие вы еще хотели бы, чтобы видео были разобраны, и, конечно, ставьте лайк этому видео, не пожалеете. Итак, the ants go marching, муравьи шагают. Понятно, муравьи идут, маршем по одному. Ура, ура, ура. Муравьи идут, маршем по одному. Ура, ура. The ants go marching one by one. The little one stops to eat a crumb. And they all go marching down to the ground and get out of the rain. Бум, бум, бум. Итак, муравьи маршируют по одному. Маленький останавливается, чтобы съесть крошку. И они все идут, маршем вниз. Ну, то есть, под землю, чтобы спастись от дождя. Бум, бум, бум. То есть, муравьи шагают маршем двое по двое. Ура, ура. Муравьи шагают маршем по двое. Маленький остановился, чтобы завязать свою шу, то есть, туфлю или обувь. И они все. The ants go marching three by three. Hooray, hooray. То есть, теперь муравьи идут, маршем по три. Ура, ура. The ants go marching three by three. The little one stops to climb a tree. То есть, муравьи идут, маршем по три. Маленькие останавливаются, чтобы забраться на дерево. The ants go marching four by four. Hooray, hooray. The ants go marching four by four. The little one stops to shut the door. То есть, муравьи шагают маршем по четверо. Муравьи шагают маршем по четверо. Маленький останавливается, чтобы закрыть дверь. The ants go marching five by five. По пятерой теперь идут. Hooray, hooray. Ура. The ants go marching five by five. The little one stops to rub the hive. Да? Ну, то есть, понятно, идут муравьи шагают по пятеро. Маленький останавливается, чтобы ограбить пули. То есть, перевод это. Далее. The ants go marching six by six. Hooray, hooray. The ants go marching six by six. The little one stops to pick up six. Понятно. Муравьи идут маршем по шестеро. Маленький останавливается, чтобы подобрать палочки. The ants go marching seven by seven. Hooray, hooray. The ants go marching seven by seven. The little one stops to pick up seven. Итак, муравьи идут маршем по семеро. Маленький останавливается, чтобы помолиться небесам. Далее. Нескончаемая песня. The ants go marching eight by eight. Hooray, hooray. The ants go marching eight by eight. The little one stops to lock the gate. То есть муравьи идут маршем по восемь. Маленький останавливается, чтобы закрыть ворота. The ants go marching nine by one. Hooray, hooray. The ants go marching nine by nine. The little one stops to check the time. То есть муравьи идут маршем по девять. То есть тром. И маленький останавливается, чтобы проверить, который час. The ants go marching ten by ten. Hooray, hooray. The ants go marching ten by ten. The little one stops to say the end. И муравьи идут по десять. И маленький останавливается, чтобы сказать о нет. Окей, ребята. Ну, а мы с вами переходим к седьмому заданию. И следующее задание, седьмое, перед тем, как мы перейдем к юниту второму, это задание седьмое, восьмое, девятое, как бы вы должны выполнить самостоятельно. Итак. Read the table, the grasshopper and the ant again. Write the sentences and the right order. То есть прочитайте басню. Кузнечик и муравей снова. Напишите предложение в правильном порядке. Ну, что же, ребята, я думаю, что первым будет предложение. Кузнечик жил в зеленой травке около высокого холма. Далее. He didn't work and he didn't think about food. Он не работал и не думал о еде. The grasshopper saw an ant. Кузнечик увидел муравья. Ребята, текст у вас есть? Вы можете обратиться обратно к тексту и уже сами все расставить. Да, если видите, где-то вдруг ошибка. И так далее. Кузнечик увидел муравья. Что произошло дальше? He had a big sack on his back. У него был огромный рюкзак на... Не мешок, извините, мешок. Why are you working on such a lovely day? Почему ты работаешь в этот чудесный день? I'm collecting food for winter. Я собираю еду на зиму. The grasshopper didn't like the idea. Кузнечику эта идея не понравилась. Soon winter came. Вскоре пришла зима. If you do not work in summer, you have no food in winter. То есть, если ты не работаешь летом, у тебя не будет еды зимой. Ребята, для того, чтобы проверить, правильно ли мы расставили, да, все это вы можете обратиться обратно к сказке. Ну, вот, например, там к басне, точнее, да, говорилось, что он не работал. В какой момент это говорилось, да, он играл, значит, в течение дня. Иногда он... Да, he didn't think about food. Да, это говорилось до того, как он встретил муравьев. Значит, все правильно. Окей, ребята, далее восьмое задание. The first letters of these words make a new word. What is it? Write it. Итак, первые буквы этих слов составляют новое слово. Какое оно? Напишите его. The word is... Это слово... Это гусь, да? Г-г. Потом розочка, да, или flower. Ну, наверное, розочка будет. Зук R. Ant. Муравей. S. Солнышко. Sundar. Далее море. Тоже. S. Далее hat. Шляпа. Orange. Аплесин. Piano. Pig. Пианино. И... Поросенок. So. И... Кольцо. Egg. Green. Grasshopper. Кузнечик. Ну что же, ребят, последнее ваше задание. Do project work one. Делайте проектную работу под номером один. Complete a new page of your English album. Заполните новую страницу вашего английского альбома. Ask your family or friends to help if necessary. Простите друзей и семью помочь, если необходимо. Итак, write an email or a letter to your imaginary pen friend about your summer. Напишите имейл или письмо вашему воображаемому другу о вашем лице. Или что-то проиллюстрируйте картинки. Так, ребята, как, что вам может помочь? Очень даже легко. Посмотрите, пожалуйста, что мы с вами в девятом задании. Если вы видео не посмотрели, то можете вернуться, то есть найти в плейлистах это видео. В плейлистах найти это видео. И в этом задании мы с вами... Сейчас я вам найду, где это было. Вот так, так, так. Мы с вами переделывали письмо Саше о том, как она провела летние каникулы в пятом задании. Мы говорили, I usually go to the seaside. Вы рассказывали про себя, поэтому вы можете взять оттуда это же письмо Паше, которое вы уже рассказали, и написать его в ваш проект. I usually go to the seaside for my summer holidays, and I enjoy it then. То есть обычно я езжик в море на летние каникулы. Last summer I went to Moscow. В прошлом летом я ездила в Москву. Ребята, вернитесь на разбор видео девятого урока, посмотрите и выполните задание. На этом все. Всем счастливой удачи вам. Всем пока.